Забота и о здоровье. Сегодня в Республиканской клинической офтальмологической больнице прошел день открытых дверей для ветеранов. Участники и дети войны, труженики тыла, смогли пройти комплексное обследование и получить консультацию специалистов. Ценники наверху показывают. Туман появился перед глазами? Туман. Елена Митина – дитя войны. В 41-м ей было всего 5 лет. И с того времени она мало что помнит. Из ярких воспоминаний только тяжелые моменты. Как потеряла отца, как было сложно матери одной с пятью детьми. И как в 7 лет, не жалея себя, работала в колхозе. Из радостного долгожданный День Победы. Ничего не было. Вспоминать не хочется. Помогали в хозяйстве, конечно. В колхозе немножко работала. Сказали, вставай, накончилась. Потом побежала в школу. Туда все собрались. Все смеются. В сентябре Елене Федоровне будет 87 лет. Проблема со зрением у нее еще с молодости. Правда, тогда, говорит, возможности поправить его не было. А недавно видеть бабушка стала еще хуже. Поэтому решила прийти на прием. Специалист поставил диагноз – татаракта. Скоро предстоит операция. А радуется этому она уже сегодня. На деле в Республиканской офтальмологической больнице прием и операции для ветеранов всегда бесплатные. Здесь регулярно проходят мероприятия по повышению качества жизни граждан старшего поколения в рамках национального проекта здравоохранения. День открытых дверей – лишь повод еще раз напомнить о важности проверки зрения. Пациенты старшего поколения у нас на особом внимании. Потому что с возрастом растет и количество общих заболеваний. И, конечно же, это касается и глаз. Категория, касающаяся участников войны, ветеранов войны, дети войны. Вопрос о платно-хирургическом вмешательстве даже не поднимается. То есть помощь оказывается в ближайшее время. Проверка зрения у специалиста помогает выявить возможные проблемы на ранних стадиях. А значит, принять своевременные меры и избежать больших проблем. Анна Центовская, Игорь Зверев, Республика.